В этом году православный мир отмечает 1025-летие крещения Руси. Конечно, при упоминании этой даты сразу же возникает образ святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь. Но есть еще одно святое имя, которое связано с этим событием. Имя святое равноапостольной княгини Ольги, первой женщины-правительницы на Руси, и первой на Руси правительницы, принявшей христианство. Имя первой русской святой. Жена киевского князя Игоря после убийства мужа древлянами Ольга осталась с маленьким сыном на руках. Она жестоко отомстила за гибель мужа и, подчинив древлян, взяла на себя управление княжеством. Об этом свидетельствует повесть временных лет. Древние источники повествуют о неустанных хождениях княгини Ольги по русской земле. Она занималась устройством политической и хозяйственной жизни страны. Ольга централизовала государственное управление, создав систему так называемых погостов, центров торговли и обмена. Поделила подвластные Киеву земли на административные единицы, в каждой из которых был поставлен княжеский управляющий. Кроме того, она положила начало каменному градостроительству на Руси. На реке Пскове, где она родилась, Ольга по преданию основала город Псков. Ко времени княгини Ольги относится установление первого государственных границ Киевской Руси. Русь становилась великой державой. Важнейшим деянием княгини Ольги, отмеченным в повести временных лет, является ее крещение. Согласно летописи, это произошло в 955 году в Константинополе. В Киев Ольга вернулась с иконами, богослужебными книгами. Началось ее апостольское служение. В киевских и псковских землях, на перекрестках дорог, она воздвигала кресты, уничтожая языческие идолы. Святая Ольга строила храмы. Она положила начало особенного почитания на Руси при Святой Троице, основав церковь во имя Святой Троицы, которая стала главным собором Пскова. 11 мая 1960 года в Киеве осветили храм Святой Софии при мудрости Божией. Апостольские труды княгини встречали тайное и открытое сопротивление язычников. Ревнители языческой старины все смелее поднимали голову, с надеждой взирая на подрастающего Святослава, который решительно отклонял уговоры матери принять христианство. Присланный по просьбе Ольги на Русь епископ не только не преуспел в своих стараниях, но и потерял многих своих спутников. Языческая реакция проявилась столь сильно, что пострадали не только немецкие миссионеры, но и некоторые из киевских христиан, крестившихся вместе с Ольгой. Святой Ольге пришлось смириться с происшествием и уйти в дело личного благочестия, предоставив управление язычнику Святославу. Конечно, с ней по-прежнему считались, к ее опыту и мудрости неизменно обращались во всех важных случаях. Когда Святослав отлучался из Киева, управление государством поручалось Святой Ольге. Прибывая в Киеве, она учила своих внуков, в том числе и Владимира, христианской вере, но не решалась крестить их, опасаясь гнева сына. Скончалась княгине Ольга в июле 969 года, завещав сыну похоронить ее по христианскому обычаю, что он и исполнил. Святая равноапостольная Ольга была канонизирована на соборе 1547 года, который подтвердил повсеместное почитание ее на Руси еще в домонгольскую эпоху. «Была она предвозвестницей христианской земле, как деница перед солнцем, как заря перед рассветом», так напишет о Святой равноапостольной княгине Ольге древнерусский летописец.